Здравствуйте, я Олег Базлов, и сегодня я вам расскажу про не совсем обычный насос. Это погружной дренажный насос для перекачки канализационных стоков. В простонародье он называется фекальным. Начнем с того, что данный тип насоса имеет не обычную конструкцию, как насосы обычные дренажные, а имеет усиленную конструкцию в силу того, что он имеет очень мощный двигатель, соответственно, способен перекачивать большие объемы жидкости. Несмотря на то, что данный насос называется фекальным, он способен перекачивать разного рода жидкости, кроме тех, которые являются взрывоопасными или горючими. Данный тип насоса способен перекачивать густые и вязкие жидкости. Ему под силу перекачка стоков с нечистотами, а как всем известно, в канализационных стоках могут присутствовать разного рода, так назовем их, фракции. Ну, всякую дрянь, которую там присутствует, перечислять не будем. Для примера скажу, данный тип насоса способен перемалывать даже волосы. Благодаря своей конструктивной особенности, а конкретно модель этого насоса оборудована так называемым каттером, то есть он напоминает нож мясорубки. И все включения, фракции и прочее, то, что находится на дне густой жидкости, они с успехом перемалываются, перерубаются вот этим вот ножом из инструментальной стали. Данный насос способен перемалывать частицы, которые попадают вот в этот промежуток. Этот промежуток составляет 35 миллиметров, то есть все частицы, которые сюда попадают, засасываются в насосную часть, где находится крыльчатка, предварительно измельчаются ножом. Крыльчатка изготовлена из прочного материала, а именно из чугуна, поэтому ей не страшны такие включения, как песок и небольшие камушки. Крыльчатка приводится в движение мощным двигателем. Двигатель находится в корпусе из нержавеющей стали. Это сделано для того, чтобы облегчить вес насоса. А во-вторых, нержавеющая сталь невосприимчива к агрессивным средам. Каждый двигатель насоса имеет обмотку из стопроцентной меди, и в эту обмотку встроено термозащитное устройство. То есть при перегреве насоса двигатель не сгорает, а просто отключается. В дальнейшем, когда двигатель остывает, термозащитное устройство снова включает двигатель. Таким образом, компания Redwerk заботится о том, чтобы вы сохранили свои средства, и насос вам служил долгие годы верой и правдой. Между двигателем и крыльчаткой установлено механическое уплотнение вала. Это уплотнение устойчиво к работе в агрессивной среде. Для поддержания работоспособности и своевременного отключения насоса он оборудован поплавковым выключателем. Когда поплавок находится в верхнем либо среднем положении, то насос работает. Когда поплавок опускается, насос автоматически отключается. После отключения насоса его обязательно необходимо извлечь из агрессивной среды и тщательно промыть чистой проточной водой. А извлекать насос очень удобно за вот эту прочную рукоятку из толстой нержавеющей стали. Да, я совсем забыл сказать то, что в комплекте идет вот такой патрубок из прочного пластика, к которому подсоединяется шланг размером 2 дюйма. На этом завершаем наш обзор. Надеюсь, обзор был полезным и информативным. Удачной работы с мощными, надежными насосами Redwerk.